Приветствую вас, дорогой брат во Христе. С миру. Как ваши дела? Скажите, а где Игнатий Тихонович сейчас? Он на связь выходит или нет? Или он потеряет? Там нету связи вообще никакой. С почтой работает, а в скайп-то не выходит, потому что связь плакает. А так-то в интернет он выходит, он только не говорит по скайпу и всё. Ага, понятно. А когда он назад вернётся, это уже осень будет где-то, ноябрь, да? Не знаю, октябрь-ноябрь. Ясно. Спасибо вам, что вы встречу организовали. Знаете, как-то с души такой камень упал. Но люди не поняли, видите, они как-то так настроены агрессивно и неприятно то, что, ну, как вам сказать, но всё-таки у людей нет любви и нету даже как бы намёка, что... Мы, главное, перед Богом всё вынесли и своё окончательное решение. Ну, вы сделали колоссальное дело для Христа-то. Вы сделали колоссальное дело. Для людей, как говорится, в Господе примером просто послужит. А тем, кто как сериал это принимает, пусть они и судят. Это их суд. Божий суд, он другой совсем. Да, я просто об этом тоже думал, вот, что самое тяжёлое для человека – это простить и поменяться. Вот я знаю просто людей, которые ездят к бабкам разным там, у них нервные срывы. Но они поедут, бабка там что-то нагадает, что-то там, какие-то заговоры почитает, человек меняется. Действительно, вот человек меняется, удивительно даже. Эта бабка с церковью связана как-то. А время проходит, человек прежним становится, понимаете? То есть это неподлинное изменение во Христе. Хорошо бы, если прежним, то... А то ж бедство возвращается, и ещё семь злейших к собой приводит. Бывает так, что и на родных отражается, и родные у меня... Ну, просто в жизни я встречал людей. Вот, ездил у меня друг, у него, ну, в народе называется волос. То есть у него такой из-под ногтя рос волос. Ну, у неё, в общем, палец, в смысле этот ноготь. Бабка начала договаривать, и оттуда пошёл волос. Вот из этого гноя, он говорит, у меня на глазах стал волос, вы ладите, представляете? У него вот волос вылез, палец зажил. А в семье началась такая череда событий, там, не приведи Господь. Вот у меня тоже такой вот опыт, как бы... Ну, Господь послал всякие испытания, тяжело спать, и сейчас мне нелегко заснуть. Вот. И люди говорят, вот там какая-то бабка есть, поедь там, она вычитает тебя. Я говорю, не дай Бог, говорю. Ну, Господь просто испытания посылает, и мы должны, как бы, пройти это испытание достойно. Он... Бог от нас хочет нашего сердца, хочет очищения нашего, смирения перед ним, понимаете? Вот. И это самое главное, это внутреннее изменение. Вот о чём православие, вот о чём монашество, понимаете? Вот к этому именно направлена основная проповедь святых отцов. А люди пытаются искать православие какие-то чисто внешние такие феномены, внешние признаки, понимаете? Там-то такой-то старец исцелил, там-то такое-то чудо. А оно, что не касается человека... Вот я передачу недавно смотрел про исцеление. Кстати, передача неплохая, могу сказать, про исцеление. Но видно, что половина зала, это просто именно... Относятся к православию, как к магии. Это внешнее, чисто внешнее какое-то действие, понимаете? Которое не меняет человека. Человек как был непрощающий, так и остался непрощающий. Как был матерщинник, так и остался матерщинником. Вот. Вот. А история там, один поменялся человек. Он пошёл к старцу, и тот ему научил молиться его. Человек полностью поменялся. Бросил матерщину. Поменялся даже внешне, понимаете? Стал благообразным. А был каким-то пропойцем, матерщинником, понимаете? Вот это православие. Вот это именно и есть православие. Оно начинается именно с касания Духа Святого нашего сердца. А без этого это чисто внешне будет ритуал. Чисто внешне вот какая-то... Что проблема у меня вот с Игнатием Тихоновичем, что он эту внутреннюю сторону монашества, именно монашества, он не увидел, понимаете? К сожалению. Он увидел очень многое в православии. И что в православии есть авторитет Библии, и авторитет святых отцов. И это всё замечательно, что у него это есть. Но вот монашество он проглядел, к сожалению. Но я его не хочу судить. Я просто хотел бы как бы с любовью ему об этом сказать. Если будет какой-то диалог. Пускай это его. Он, как говорится, в этой сфере трудится. Пускай он трудится. Может, он Господу такое угодит. Я вот говорю то, что мир сегодня как устроен. Господь посылает миру сегодня болезни во исцеление души человеческой. А мир всё рвётся исцеляться. Вот сейчас вот в этом и язычество возьми, и неопротестантизм. Но везде. Но меня со всех сторон закидали. Почему вы не просите Бога об исцелении? Я пишу, да я болеть люблю. Я хочу болеть. Я хочу душу спасать. Я вижу, что в болезнях я только свободен от греха. Зачем мне на ту улицу? Я там 30 лет ходил по той улице, по тому миру, что я там не видел. Там кроме греха нету ничего больше. Ну как ты не живи, как ты не крутись, как ты не ограждайся от него. Соблазны сыпятся отовсюду. Причём такие огромные массы этих соблазнов. А тут лежишься на ковечке, и всё. Господь тебя щитом ограждает своим. Да, это правда. Монаш, вот в этом монашество и заключается. Конечно, люди боялись греха и скрывались. Вы сказали такую истину сейчас. В этом-то монашество и заключается. В этом мире с Богом, в этой защищённости от внешнего мира. Так в этом и принцип. Почему вот эти монашеские одежды тёмные, да, всё имеет, каждая символика имеет смысл в православии. И то, как монахи одеваются, и то, какие молитвы они читают. И весь образ жизни монашеский. Это именно, именно вот это ограждение от мира сего. И тот, кто постиг внутреннюю красоту и внутренний смысл монашества, я думаю, для тех большое благословение от Бога. Понимаете? Я вот ещё полноту в чём ощущаю? За это и Господа благодарю. То, что мне даёт возможность для проповеди, для общения с людьми. Вот сколько людей научаются через вот эти ролики те же, да. Вот в этом я вижу полноту вот свою во Христе. А что бы я делал бы, вот, допустим, если бы совсем один? Ну, я спасаюсь, да. Слава Господу за моё спасение. Мне же хочется и другим помочь-то как-то. Да, ну вы помогаете, Сергей. Вот вы мне помогли очень так, вот эту встречу организуя. Ведь вы понимаете, ну неправильно я говорил, поступал во многом. И какой-то камень на сердце лежал. Это не значит, что я совсем должен соглашаться с Игнатьей Тихоновичем, понимаете? Но всё-таки отношение должно быть прежде всего христианское, православное, с любовью, со смирением, как брату во Христе. Даже если я с ним не согласен, понимаете? С уважением. Этого не было. И я не знаю, увидели до конца это Игнатий Тихонович, но надеюсь, что частично хотя бы он это увидел. Понимаете, для этого время тоже нужно. Опять же, сильная была как бы и у него рана, и у вас такое ожесточение у него. Ну да, да, да. Может, годик пройдёт, сейчас там сердце совсем смягчится. Ну до ноября, я думаю, когда он приедет, я тогда хочу выйти по Библии поговорить, в общем, какие-то темы. Мне интересно очень его интервью Александра Меня, хотел бы расспросить его подробности. Ну очень интересно. Вы слышали его интервью Александра Меня? Несколько раз прослушал. Ну я не несколько, я несколько десятков раз, наверное. Я, может быть, тоже раз в 10-15 слушал. Ну да, да. И вы знаете, там мне Игнатий Тихонович очень понравился, вот, что он, как он говорит. И Александр Мене тоже понравился. Но это отдельный разговор, конечно, богословский, потому что это два действительно глубоких человека, и поэтому тут надо, это отдельная тема, нужен отдельный разговор. Я думаю, он будет не против, он говорит, звоните, Виктор. Ну я отношения к нему поменял, вот, во многом. И я думаю, он не будет противиться, я думаю, ему будет интересно. Но один из таких принципиальных моментов, это монашество, как вы знаете, да. Вот. Поэтому я думаю, если по молитве, и в Духе Святом, и в Любви, то я думаю, что общение может получиться и в пользу для других людей. Думаю, вам будет интересно послушать, когда мы выйдем на связь. Так что передавайте ему привет, хорошо, когда вы увидите. Да я-то с ним тоже, я же не общаюсь тоже с ним сейчас. Ну, напечатайте, я думаю, через... А, вы не общаетесь сейчас, понятно. Вот. Хотел вас спросить. Я тоже уехал в свою деревню, мы сейчас с матушкой переехали к нам в деревню. А я читал, я читал, да, я читал. Я читал. Ну, в деревне лучше. Я думаю, вас там, вы, вас выносят на воздух там, да, на природу иногда. Да, ну, какой-то воздух. Кому тут выносить? Да я нетранспортабельный человек, для меня это сложно. Ну, да, да укрепит вас Господь, зная, как вам тяжело, Сергей. Молюсь о вас. Для меня простынь поменять или одеяло, для меня это уже целая проблема. У меня же весь организм, он настолько вот, как нерв в зубе болит, вот один. А у меня так весь, все тело так болит. Все нервы, то есть они, ну, настолько обостряны, что невозможно дотронуться. Вот мне дотроиваются до любого места, мне как током пробивает всего. Ну, это большое испытание от Бога. Видите, претерпевший до конца спасен будет. Мне это легко говорить. Я тоже вот недавно такой недуг, как бы, постиг. И Господь, как бы, дал опыт такого вот страдания, ну, в недуге, да? Поэтому я, как бы, вас понимаю. До конца я вас не могу понять, потому что, ну, то, что у вас, конечно, это ужасно. И, с другой стороны, как бы, все ко благу содействует. Видите, вы обратились ко Господу, стали православным христианином. Нашли истину, вот. Разве это не благо? Разве это не благо, что вы чувствуете мир Господень? Вы, если были здоровы, этого мира бы не чувствовали, понимаете? Возможно, и мир вас бы поглотил бы с его блудом, страстями, ложью, вот, любовью. Да нет, невозможно, это обязательно было, в 100%, я даже и не исключаю, в 100% это было бы. Ну, да, да, да. И вы сейчас узнали, что такое настоящая любовь, понимаете? Я вот читал недавно статью. И в тот мир я никак не хочу. А кто в него хочет? Вы думаете, я хочу? Но я, как бы, тоже в него погружался, то опять у меня дьявол так периодами меня погружал, соблазнял, потом каялся, на исповедь шел. Ну, прежде всего, исповелся перед Богом, понимаете? Перед Богом. И, конечно же, я исповелся перед церковью, в лице священника. Я так именно исповедь рассматриваю. Это не просто я пошел, рассказал грехи батюшке, он них отпустил. Отпускает-то Христос, понимаете, а не человек. Батюшка имеет просто власть от Бога. Вот. И тут важно именно раскаяние перед Богом, исковедь перед Богом. Это самое главное. Вот. И, конечно же, сакраментальная исповедь у батюшки тоже важное дело, ведь об этом и Христос говорил. Кому грехи отпустит, тому отпустится. Но это надо правильно понять. А ведь понимают-то люди неправильно. Ну так, что, буду грешить, пойду, все равно отпустят. Но это самое неправильное, самое глупое и безбожное понимание этих стихов. Понимаете? Ну, так в основном люди поверхностно православные говорят или неверующие. А настоящая исповедь, это когда сердце меняется, когда каждая клеточка во мне вопиет ко Господу. Господи, прости. Я сожалею о содеянном. Я сожалею о том, что я наслаждался сладострастием, врал, блудом занимался, не дай Бог, еще каким-то противоестественным грехом. Вы видели, что в Киеве недавно, вас не показывали ужас какой там разрешили в Киеве? Это мой родной город, кстати. Садомиты там вышли на парад свой. А что, я телевизор не смотрю, да и так в интернете. Что там произошло? Ну, Гей Прайд 2017 по центру Киева, они прошлись там под охраной полиции, впервые под охраной полиции прошлись они. Около две с половиной тысячи человек, впервые там их на грузовике там везли садомитов. Вот, одетые как православные, православные хоть выходили, просто вставали. Да, к меня это поразило, что я-то не видел. В основном говорят протестанты там стояли с громкоговорителями. Предстоятель церкви, украинской православной церкви, канонической, митрополита Нуфри. Кстати, он мне очень нравится. Я не знаю, слышали вы о нем, но он действительно рожденный свыше человек. Действительно, настоящий православный христианин. Вот, и он призвал не допустить это. По-видимому, указания не было выйти и заблокировать. Ну, люди не хотели просто столкновений с полицией там. Ну, представляете, шесть с половиной тысячи полицейских и национальной гвардии. Ну, что верующие сделают? Ну, что они сделают? Ну, даже тысячи верующих выйдет, они ничего там не... Хотя, я думаю, если бы вышло пару тысяч верующих, это уже бы как-то повлияло на ход событий. Это как бы власти призадумывались бы в следующий раз допускать или нет. Ну, а Запад давит, видите. Если хотите в Евросодом, то давайте у себя немножко Содом устроите, понимаете? Хотите без виз, хотите денег, давайте дьяволу тоже душу отдавайте. Я так это понимаю только, как именно компромисс с дьяволом. Противиться до последнего, даже если один человек останется в православии, то нужно выходить и говорить об этом. А если молчать, то молчанием и Господь передается, как говорится. Ну да. Молчать нельзя. Ну да, да. Да, это точно, это точно. Ну, слава Богу, в России такого нету. Слава Богу. Пока нету. Кто его знает, что там оно в будущем будет? Ведь мы же не знаем. По всей вероятности. России вон отстояли эти универсальные электронные карты. Тоже говорили, что уже к 17-му году должна вся Россия быть вот с этими картами. А нету, вот. Не получилось у них программу провести эту. То есть все было готово, а вот так народ противостоял. А я не знаю подробностей, интересно. Я слышал об этом так, край муха. Народ противостал. Два, где-то с половиной миллиона подписей собрали против вот этих карт. Ну и решили, в общем, дело это отложить. Не то, что отложить, а закон закрыли. Ну, знаете, мое мнение, что парады садамитов это намного хуже. Вы знаете, что... Если у нас противостали против карт, то против садамитов, естественно, поднимутся там немало миллионов. Ну, я думаю, да. Но слава Богу за это, что есть такая сила в России, которая противится антихристу грядущему. Это хорошо, похвально для России. Вот. Вы знаете в Бразилии город Сан-Паулу такой? Если вы с географией знакомы. Знаете город? Знаю, да. Вы знаете в 2013 году сколько там участвовало в гей-прайде, в параде садамитов там? Пять миллионов! Это они съехали с того специально? То есть это действительно... Действительно это... Ну, торжество греха, торжество безумия. Ну, представляете, пять миллионов. Ну, это, извините, это треть Москвы. Понимаете? В этом городе и жить страшно. Ну, это не только в том городе. Это съехали со всей Латинской Америки, Соединенных Штатов. Не, ну, я понимаю, даже просто произошло, и же они осквернили это место. Да. Вот, поэтому это, конечно, страшно. В Сан-Франциско тут был парад, миллион восемьсот тысяч участвовало садамитов, лесбиянок и садамитов. Значит, 2008 год, у них какая-то ярмарка была. Три-четыре квартала. И кто-то выставил фотографии, сделал. Полу-голые, полу-раздетые, они занимаются там сексом и всякой мерзостью, всяким непотребством. Вы представляете себе? Представляете себе вообще, что происходит? Три-четыре квартала, совершенно открыто, на улице, садамиты занимаются сексом. Ну, это не то, что кошмар. Это, во-первых, противоестественно. Вот. Во-вторых, это мерзость страшная. Это страшный грех. Ну, вы не думаете, что Бог накажет Америку. Я думаю, что, возможно, этот Йеллоустоун, этот вулкан может заработать. Вот. Я просто не вижу другой перспективы. Если она мерзость разрешена уже, на официальном уровне, если разрешены браки извращенцев, то... Ну, о чем речь может идти? Брак мужчины с мужчиной, женщины с женщиной. Что может быть самое нерзостное и самое ужасное перед Богом? Есть, конечно, грех человекаубийства, вот эта всякая резня национальной почве. Если вы слышали, что нацисты устроили в лагерях, то, что НКВДисты устроили в России, как они уничтожали казачество, как они уничтожали русский народ в ГУЛАГе и так далее, вот. То, конечно, грех есть грех. И геноцид есть грех, и массовое человекоубийство есть грех, и садамия есть грех, вот. Поэтому... Ну, я не знаю, у меня вот друг в Канаде, они сколько, 13 лет прожили, и вот выезжают они, наверное, этим летом выезжают из Канады, четверо детей у них. Потому что нет возможности жить там. Ну, понятно. Да, в Канаде там еще хуже, говорят. Там какая-то женщина заявила, выразил свой протест с абортами, ее посадили, вот. Но оно не так плохо, знаете, я живу на Западе, я еще ни разу парада садамитов не видел. Поэтому, знаете, вот впечатление, что кто-то на Запад, это будут сплошные садамиты. Это неправильное представление. Потому что есть и мифы о Западе, есть много и правды о Западе, вот. Раньше интересно было, а сейчас я для себя один вывод сделал, что я туда ни за что бы не поехал, ни за какие там миллионы долларов. Понятно. Ну, может и правильно, может и правильно. Ну, знаете, я уже в Америке живу 25 лет, но это была Божья воля, что я сюда попал. Конечно, и тут нужны люди, христиане, которые борются со злом, которые молятся и за эту страну, и проповедуют Евангелие. Тут понимают, что если все христиане выйдут из Америки, тогда все, конец. Ну, это уж не наше решение. Господь, если поставит, то ты никуда и не денешься. Я говорю о своем волеизъявлении, а есть еще Господь, который управляет. Ну, да, понятно, понятно, да. Да, я понял. Вот, поэтому тут такое дело. Что у вас еще новенькое, Сергей, что вы можете интересного рассказать? Все вроде в одном русле, а каждый день по-разному. Разные люди звонят и встречаться приходится. Разные новости. Ну, как? Новость-то, в принципе, она одна. Люди ищут спасения. Вот не все, опять же, не многие знают о спасении. Много таких православных людей, которые просто по названию православные. Хочется им тоже донести, что спасение не по плоти, только по духу еще надо спасаться. Люди себя отождествляют во плоти, а в духе себя не видят. Может быть, даже и не понимают этого. Надо духовную жизнь больше людям показывать. Вот, что они не плоти, а дух они. Плоти их же не йод, и ничего не останется от нее. Понятно, да. Я хотел вас спросить. Вас интересует какая-то тема богословская, чтобы записать нашу беседу? Вот так вы выставляете? Где темы? Какие темы? У меня свободные беседы. Говорим, о чем говорим. А о чем Господь кладет на душу кому-то, а то мы говорим. То есть вы эту беседу тоже можете выставить, да, в принципе, или как? Ну, если польза. Мне просто надо будет просмотреть ее. Можно будет и выставить. Может, что-то отрывки сделать для пользы. Потому что мы не знаем, мы даже не понимаем. Кажется, вот разговариваем с людьми, да. Человек, да, что там, кажется, выставлять. А я делаю такие ролики, через которые люди обращаются даже, понимаете. А нам, кажется, да ничего вроде особенного не говорили. А, понятно. Просто я вот думал какую-то тему выбрать. Ну, чтобы вы, я и Игнатий Тихонович, ну, вот, могли затронуть, поговорить. Было бы интересно. Ну, я сразу скажу, о монашестве с ним не стоит говорить, потому что он сразу нервничать будет. Это странное дело, вы знаете, странное дело. Тема-то глубокая. И я не понимаю просто, почему он нервничать будет. Но действительно, ведь тут только примеров именно в монашестве святости и подлинного православия, истинного православия. Ну, понятно, это о монашестве говорить, прошлое монашество. Ну, и сегодня-то оно, какое монашество сегодня? Монахи, они ездят на шикарных машинах, живут вот, ну, есть на Афоне там, они же сами о себе говорят, монахи, что уже монашества нет никакого. Вот, афонские монахи, там у них кельи с евроремонтами, какое монашество? А говорить о прошлом монашестве, конечно, можно, но не о сегодняшнем. Ну, я вообще-то хотел поговорить об идее монашества, не о том, как живут современные монахи, потому что я знаю, ну, на Западе есть монастыри вполне приличные. Я мог бы рассказать вот о своем опыте знакомства с монашеством тут на Западе, с русским монашеством, греческим монашеством. Тут интересные такие есть места. Вот, это, конечно, не так легко найти подлинное монашество. Вот, надо помолиться прежде всего, чтобы Господь Духом Святым открыл людей, место, где вот есть молитва, есть такая живая жизнь такая вот духовная, понимаете, молитвенная. А есть монастыри действительно в запустении. Вот, но это уже как бы отдельная тема. Ну, я к чему говорю, у вас вот жизнь там монашеская, Сергей, в общем-то, у вас образ жизни, такое уединение. Вы как бы своей келье в затворе живете. Вот, серьезно, вот у вас ближайшие. У меня отец был, дед такой, я как бы по сущности такой, я не люблю большое скопление людей, ну, родился таким. Я никогда не ходил на никакие демонстрации, там, ни на какие праздники. Меня это все, ну, как бы угнетало, давило. Вот, я люблю уединение, поэтому свободно в этом нахожусь. Да, это хорошо, это хорошо. А вы в свободное время, вы читаете, вот, или слушаете какие-то кассеты? Как вы вот обогащаетесь духовно? Да, слушаю в интернете много чего. Слушаю, конечно, постоянно слушаю. Надо. Сегодня проблема огромная. Люди из православия уходят, секты наполняются. Причем вот эти секты нового толка, вот с этими, с языками, с говорениями, с валяниями. Надо об этом людям много говорить. А у вас опыт есть, именно, пребывание у пиесятников? У вас опыт лично есть такой или нет? Я с рождения православный, я крещусь и молюсь Троицы с самого рождения. А, понятно. Просто дело в том, что когда я был баптистом, ну, каждый баптист, он соприкасается с пиесятничеством. Я объясню, почему. Баптизм и пиесятничество – это два паралитета в евангельском движении. Вот. Хотя Олег Стеняев их не называет протестантами, я называю это таким евангельским протестантизмом. Вот, евангельским протестантизмом. И каждый баптист имеет соприкосновение с пиесятничеством, а пиесятник с баптизмом. Есть, как бы, такие два непримиримых крыла, а есть вот такие смешанные группы, понимаете. Есть баптисты, которые допускают моления на языках, но в открытую это не поддерживают. Есть такие, которые наотрез отрицают, как вот православные, вообще этот опыт молитвы на языках, если вы знаете, что это такое, понимаете. И я, как баптист, меня пригласили раз в пиесятники, и, можно сказать, я такой опыт имел. Ну, дело в том, что общее впечатление какое, что попадаешь в какое-то такое поле, и вот какой-то дух, мощный дух, и через тебя вот ты действительно хочешь говорить какие-то слова, непонятные абсолютно, какое-то бормотание начинает через тебя говорить само по себе. Я действительно, я вот удивился. И наполняюсь какой-то силой. И первый раз думаешь, вот здорово-то, а? Как это здорово? Хм, интересно, знаете, вот что-то новое. И на душе хорошо себя чувствуешь. Не надо сказать, что ты какой-то депрессию впадаешь, или теряешь энергию. Наоборот, ты наполняешься энергией, и у тебя прилив какой-то силы. И тут, знаете, как сатана, как он хитро-то задумал. И проповедник выходит и начинает именно говорить слова, которые начинают тебя убеждать, что это духовный опыт. Он говорит, наполнись силой, наполнись силой. Они очень, вот когда они проповедуют, они очень сильно кричат, если вы заметите. И я вначале, ну как, не разобравшись, думаю, интересно. Так вот оно, вот оно, действительно, думаю, подлинное христианство, где подлинная духовная сила. Это у... Они, знаете, как себя называют? Христиане полного Евангелия. Хотя они 50-ми себя не называют. Или христиане веры евангельской. Вы знаете, да, как они себя называют, да? Да. То есть у них есть полнота духовная. Мы продолжаем сейчас исцеление. Свободу! Свобода! Используйте силу Духа снова. Выдавливайте из себя это. Выдавливайте, выдавливайте. Только сейчас. Прочь! Любое влияние болезни немощи, духов немощи во имя Иисуса. Прочь! Сейчас! Через выдох. Прочь! Прочь! Свобода! 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 Сейчас! Огонь Духа Святого! Огонь Духа Святого! Огонь Духа Святого! Огонь! Огонь! Всякие параличи уходят прочь во имя Иисуса. Всякие язвы и опухоли уходят прочь во имя Иисуса. Всякое нарушение в ДНК во имя Иисуса уходит прочь. Последствия травм уходят прочь. Болезни нервной системы уходят прочь во имя Иисуса. Всякие воспоминания во имя Иисуса уходят прочь сейчас же. Сейчас! Свобода! 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 Бросьте своими Иисусами! Бросьте сейчас! Сейчас огонь Духа Святого! Сейчас бежу огненные ангелы работают. Это ангелы огня, они сейчас привозят свободу. Просто в вере находитесь, принимайте, принимайте. Сейчас будут камни исчезать из почеки, желчь, она будет исчезать полностью. Опухоли, киста, жиры, реки будут исчезать. Костные мозоли, шпоры, бродавки, всякие папилломы. Все, что не нужно в теле, они будут сгорать, 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 сгорать. Барикос все будет. Огонь! 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 Давайте быстрее, быстрее. Выколкните, только себя. Выколкните и все. Сейчас, выколкните. Свобода! 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 Сейчас! Новые зубы появитесь! По имя Иисуса! Новые зубы! Новые зубы! Новые зубы! Новые кости! Новые клещи! Новые органы! Сейчас! Сила Духа Святого! Сила Духа Святого! Сила Духа Святого! По имя Иисуса! Сейчас исцеление приходит! Но на самом-то деле это подделка. Полнота-то она в православии духовной, в святоотеческом опыте, в молитве, в аскетическом делании, когда человек смиряется, когда он освобождается от страстей. Вот где полнота достигается, когда Дух Святой начинает душу наполнять человека любовью, смирением и другими добродетелями. Понимаете? А вот у них тоже какое-то наполнение силой идет. И я вот почувствовал, действительно, какая-то часть проблем решается, вы понимаете, да? То есть какая-то часть раздражительности там ушла и так далее. Но он этот Дух работает и после собрания, вот с ним выходишь в этом Духе. Да, да, он работает после собрания. Но удивительная вещь, что это только на время. Потом, когда он отходит, тебя еще хуже становится. То есть какие-то такие обморочные состояния, вот какие-то приливы похоти, гнева начинаются. И понимаешь, что-то не то начинает происходить. И тебе хочется бежать на следующее собрание опять достичь этого. Абсолютно верно, подпитаться, да. Получить подпитку энергетическую. Вот такое впечатление, вот я не пойду на собрания, не пойду на ихнюю молитву, вот я уже не буду иметь этого, понимаете? Мне начинается, ну как бы начинаются такие состояния тяжелые. Вот недаром многие харизматы, они заканчивают в психиатрических больницах, если вы знаете. Ну не знаю, многие ли, но какая-то часть из них, это абсолютно точно. Об этом даже, по-моему, Олег Стеняев говорит, понимаете? То есть что получается, что человек, у человека начинается нарушаться психика. Он как бы получает вот такую подпитку, да, получает какую-то наживку такую, да, кайф ловит. А потом, когда он его теряет, все, обморочное состояние, темное состояние. И вот это вот начинается, вот это, вот знаете, как люди, которые больные, вот, или это биполярное расстройство, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И это не духовность, это подделка. Есть, конечно, среди пиесятников люди порядочные. Я бы сказал даже, которые любят Бога. Но они вот попались на этот крючок. Можно сказать, умеренные такие пиесятники. Я не хочу под одну гребенку, но сам феномен, конечно, это, он очень нездоровый. Он очень нездоровый. Я вот на днях слушал проповедника одного, так он говорит, ну это что-то новое. Ну, причем мне вот понравилось то, что он говорит о том, вот как раз эти проявления, ну, в виде там лая, да, или собачьего, или там других животных пародируют они. Он говорит, что это как раз в них проявляются вот те духи бесовские, которых нужно выгонять из них. То есть, понимаете? Ну, абсолютно верно, да, абсолютно искрежет зубов там есть. И не только я это видел. Люди начинают зубами, знаете, так стучать. Кто-то из проповедников, ну, вот их пресвитеров, там, они называют это как раз проявление духа святого. Я вам объясню. Дело в том, что сатана, он затмевает разум. И это состояние прелести, о котором святыцы говорят, состояние прелести, оно и заключается в том, что человек не может различать духов, понимаете? Человек, который находится в духе святом, он может духи-то различать. И для любого маломальски духовно опытного человека понятно, что если я буду кукарекать, как петух, понимаете, то это явно, ну, не от духа святого. Или там, если я буду кататься по полу и в такой лихорадке, ну, не может быть, это от духа святого. А у них, как бы, это идет общий феномен. То есть, как бы, там идет и Библия, и какие-то возвышенные состояния такие любовные, знаете. Ну, прелесть бесовская. И параллельно, вот, дьявол начинает явно себя проявлять. Был дело в том, что в Торонто, в Торонто, Канада, когда-то вот этот феномен проявился псевдодуховный. Называется святой хохот. Это радость. Это свобода. Это небеса. Да. О-о-о! 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 О! Ну, нормальный человек, который никогда бы никакие не впадал в истерические состояния, он начинает и вдруг ни с того, ни с сего начинает просто ржать от смеха, понимаете? Ну, там психологи говорят, это полезно, знаете, даже говорят, что психотерапевты такое практикуют. Ну, а при чем здесь вообще духовная жизнь? Где это такое в Гиблии, святой хохот? Где вообще такое? Если возьмем Евангелие, если эти люди называют себя исповедники чистого Евангелия, то где в Евангелии Дух Святой проявляется таким образом? Я полностью с вами согласен, что вы говорите. Но дело в том, что когда вы пройдете этот опыт, вот этот опыт 50-ников, когда вы пройдете этот опыт, то суть этого феномена становится очень ясной, что это такое. Это надо самому пройти, чтобы понять, в чем суть проблемы. Господь просто мне, я думаю, Он мне позволил это, чтобы потом людям помочь избавиться от этого заблуждения. Особенно, когда я стал православным, я уже начал, еще будучи баптистом, я начал людям объяснять, как и многие баптисты, что это не от Бога, что это заблуждение. Но именно в православии у святых отцов я нашел самый лучший термин – прелесть. Понимаете? Вот этого безблагодатного состояния обмана. Вот. Ну могу вам рассказать такую вот вещь. В Киеве на тысячелетие было массовое собрание протестантов. Они проповедовали, что православным, кстати, надо было сделать. Там группа православных только вышла перед памятником, у памятника Владимира. Они спели там какие-то псалмы православные и все. А протестанты вышли и массово начали свидетельствовать о Христе. Вот это был день тысячелетия крещения Руси. Вот такую акцию. Это еще советское время, представляете? И был там такой пиесятник. И вот он на гитаре поет песни, знаете, и вначале оно как-то… я тогда еще вполне не разобрался. Вот. И вот он поет о Христе так красиво, у него голос еще такой красивый. Вот. Потом я его встречаю, какой-то угрюмый такой. Вот. Я забыл, как его зовут. Ну, я его называю по имени, говорю, ну а что происходит? Да вот у меня в семье проблемы. Я говорю, да ты же в Духе Святом. Я говорю, ты же такие дары получил. Что? Что происходит? Да вот не знаю, брат. Вот дьявол меня сразил, а виду не очень угрюмый был, понимаете? И его качало из стороны в сторону. Он как бы вверх и вниз прыгал, туда-сюда, туда-сюда. Вот это, вот это есть пиесятничество. Это есть такая вот псевдодуховность, которая приводит к большим духовным проблемам. Есть, конечно, в пиесятничестве светлая часть, то есть они стремятся к получению даров Святого Духа. Отлично. Но как получить это? Как получить это? Это открывается только в православии. Только святые отцы нам раскрывают, дают нам ключ. Как получить эти дары? Ну вот относительно православия, кто может, ну даже можно сказать, дерзновение такое иметь, просить у Господа о даровании даров тебе от Него, от Бога? Да. Но тут, видите, искушение еще такой духовной жадности. И это святые отцы осуждают. Боже, дай мне то, дай мне то, чтобы я стал таким, чтобы я… Христианин молится прежде всего о прощении грехов. Он молится об освобождении от страстей. Он признает себя грешником. Он с этого начинает, Господи, дай мне твое святое прощение, очисти мне от греха. Вот это основная молитва. Молитва именно мытаря, раскаяния. И должен ли христианин молиться о даровании Святого Духа? Я думаю, да. Но это не должно быть такой вот духовной жадностью, понимаете, которая перерастет потом в прелесть. Вот. Но мы должны действительно тоже, я думаю, молиться о дарах Святого Духа. Прежде чем молиться о дарах, нужно в себе иметь определенные ощущения. Ты должен себя чувствовать уверенно в том, что ты в прелесть уже не впадешь, получив вот это дарование. Потом ты уже как… Я не знаю… У меня вот есть опыт один вот… Человек тоже как бы впал в такое состояние. Нет, я буду просить у Бога. Мне написано четко, что просить и дано вам будет. Вот. И я видел, вижу просто какое он в состоянии впал сейчас духовное. Непонятно. Воюет, воюет с православием, то есть воинственным стал против православия. То есть вместо дара какого-то он получил наоборот вот это состояние. Вот эти глаза вот у него сейчас такие изменились. А это естественно, Сергей, это естественно. Когда человек может даже не осознанно воюет против истины, или он делает это осознанно, зная, что истина православия, да, или неосознанно, дьявол будет в его сердце, понимаете. И действительно, если он не готов, он нарушает законы духовной жизни. А нарушая законы духовной жизни, он впадает вот в это состояние, о чем вы говорите. Кстати, есть очень хорошая лекция Алексея Ильича Осипова. Вот. И если вам он нравится, мне нравятся многие лекции его по нравственному богословию. И вот он такую мысль повторяет за Игнатием Бричаниновым. Вот. Что нарушая эти законы духовной жизни, то есть если человек преждевременно будет стремиться, понимаете, вот к этим дарам, то он, скажем так, грубо говоря, наломает дров. Понимаете. Он опустится еще на более низкую ступень, чем на которой он до того находился. Это будет падение. И мы знаем, вот падение, кстати, Льва Толстого, именно такое православие, кстати, если вы помните, какого-то батюшку есть. Ну, он возомнил, что он может похоть победить там. И с одной девицей там сблизился и впал в блуд. Потом себе, по-моему, палец там отрубил или что-то такое. Ну, вот я просто говорю, если человек будет стремиться к чему-то, возомнить, что он уже победил похоть, он впадет в блуд. Вот. Если он будет там уже думать, что он мученик, то он может Христа предать. Я многие знаю так вот, которые люди, которые раскололись в КГБ, которых вызывали, они тут же и струсили, понимаете. В советское время. В советское время. Я знаю таких людей. Которые возомнили, что они имеют такую... Не молились о том, чтобы Господь дал им силы, силы пронести этот огонь веры через трудные безбожные времена. Их в КГБ тут же вызвали, и они сразу же... А до этого они ощущали себя с толпами такими, да, в бире? Они ощущали себя выше, чем пекрестина-мученица, понимаете, которая, наверное, на частичке там. Ну да. Вот. Они ощущали, что да, что да, что там бояться, во мне Христос и так далее. Хотя святые отцы предупреждают, что вы не знаете, что с вами будет. Если вас постигнет испытание, молитесь. Вот это евангельское отношение. Так вот, у писядников то же самое. Я знаю, что были случаи, что многие предавали Христа. А были такие... Даже в фильме есть писядники, которые свидетельствовали о Христе. Вы понимаете? Это сложный феномен довольно-таки. Я встретился с писядниками в армии, которые любили Бога. И могу сказать, они не матерились, они молились. То есть я не могу сказать однозначно, что это люди, которые впали в какую-то бесовщину. Это люди, которые заблуждаются. Наши братья во Христе. Понимаете? У них нет церкви. У протестантов иванских церкви нет. Ни у баптистов, ни у писядников церкви нет. Вот если Игнатий Тихонович будет ослушать, я хочу повторить, что я не считаю, что баптисты это церковь. Но у них есть Христос. Вот как это? Ну, наверное, по милосердию Бог так допустил. Вот. У меня отношение именно к иванским христианам такое особое. Я сам бывший баптист. Знаю, что там есть. У них есть Святой Дух. Понимаете? Ну, а как вы думаете, объединение их возможно? Они вот сейчас ратуют. Особенно за объединение всех деноминаций. Возможно это? Ну, конечно, нет. Каждая деноминация имеет свою догматику. И если это уже другая догматика, это уже другая деноминация. Если они объединятся с православными на условиях православных, они уже не будут баптистами. Нет. Они, исключая православие, хотят между собой объединение. Ну, слышали об этих слетах? Да, да. Между собой, я думаю, опять-таки, тоже это будет очень тяжело. Поэтому большая разница между, допустим, лютеранами и баптистами. Очень большая разница. Большая разница между пятьдесятниками и баптистами. Я думаю, что все это возможно только среди либеральных протестантов, которые пренебрегают догматикой. А среди консервативных традиционалистов, да, протестантов это невозможно. Я думаю, это невозможно, скорее всего. Если вот совсем недавно еще такой камнем преткновения, допустим, для баптистов было говорение на языках, да, вот, то сегодня они так лояльно относятся к пятидесятническим вот этому опыту, да. Вот, и, казалось бы, они вот эти барьеры сейчас стираются. То есть, близится вот, можно сказать, вот такой момент объединения их. Сергей, только часть, и то официальная, наверное, ради каких-то политических целей. Основная часть не принимает пятидесятничество. Я же, у меня родственники баптистов, я их очень хорошо знаю. Особенно совет церквей. Дело в том, что у баптистов есть две части. Одна, это незарегистрированный совет церквей иванских христиан-баптистов. Другой, это был Всесоюзный совет иванских христиан-баптистов. Так вот, Всесоюзный совет иванских христиан-баптистов, это во времена Советского Союза, вот, было объединение баптистов. Это более либеральная часть. Они хотя не либеральные по критериям западным, по критериям западным они очень консервативные, понимаете, вот среди них была часть немалая, которая относилась, скажем так, снисходительно к пятидесятничеству и допускали даже пятидесятников проповедовать и молиться про себя. Я не знаю в баптистской церкви, где бы открыто разрешали молиться на языках. Значит, возможно, что такое объединение возможно только среди части баптистов. Вы же знаете Всесоюзный Совет, что такое иванские христиане-баптисты, вы знаете, да? Это объединение братских менонитов, иванских христиан, и баптистов в одно целое, и вот этих умеренных пятидесятников. То есть, сами иванские христиане-баптисты, когда они возникли в советское время, они возникли частично из-за притока вот этих умеренных пятидесятников, понимаете? Но я не представляю себе объединение каких-то баптистов-традиционалистов и крайних пятидесятников, это невозможно. А вот объединение умеренных баптистов с умеренных пятидесятниками уже было, это вполне возможно. Вы понимаете, да, Сергей? Но вот баптистов-консерваторов таких, но еще вот тех вот старых, можно сказать, их много сейчас в Америке? Их очень много. Это, наверное, половина всех баптистов. Их очень... Из русских баптистов, украинских, да, это очень много. Ну, то есть, династии продолжаются, вот эти династии по роду, родовые династии вот эти? Совершенно верно. Это своеобразная культура. Вот. Они порядочные люди, я могу о них очень положительно много сказать. И люди, которые свидетельствовали о Христе в советское время безбожное. Баптисты-это христиане, это люди, которые стараются жить по Евангелию, которые знают Бога. Баптисты, которые, кстати, правильно подходят к самокрещению. Хотя я, опять-таки, не говорю, что у них есть таинство. У баптистов, так как у них нету церкви, у них нету таинства. Ни таинства Евхаристии, ни таинства крещения. Вот. У них есть, да, обряд крещения. Есть обряд крещения, вот. И подход сам, понимаете, что человек должен познать Бога, вот, когда он взрослый, в зрелом возрасте, а потом крестится. Я думаю, это правильно. И, опять-таки, я не против крещения младенцев. Я не против, если родители верующие обещают воспитать младенца в православии. Я не против крещения младенцев. Но вот в отношении крещения взрослых у них, у баптистов, подход в разы лучше, чем у нас. У нас часто крестят совершенно людей неверующих. Был матерщинник, остался матерщинником. Был блудник, остался блудником. И он заходит пару раз, вот, в церковь ставит свечку. Скажите, это правильно? Нет, это неправильно. Поэтому я тут сто процентов с Игнатием Тихоновичем согласен. Нужна подготовка, нужна катехизация, нужно правильно крестить, понимаете? Тройным погружением, с проповедью, родиться свыше. Не только участвовать в обряде, а реально соприкоснуться с Богом. Это я называю рождение свыше. От воды и духа. Рождение свыше, это и обряд крещения, это и опыт богопознания, понимаете? А вообще, вот как американцы воспринимают учение православия? Вот такие коренные американцы, что для них православие? Они не знают, что это такое, для них это иудаизм. Начинаешь объяснять, что такое икона, да, вот, или там другие вот православные какие-то вещи. Не могут это принять вообще духовно? Значит, смотрите, есть религиозная Америка, есть безрелигиозная Америка, есть аморальная Америка, понимаете? Три части. Значит, мы говорим, давайте мейнстрим будем говорить, вот основная Америка, да? Такая смесь религиозной и нерелигиозной. Они вообще не знают, что это такое. Для них православие, они знают, что такое Раша, Россия там. Знают, кто такой Сталин, знают, кто такой Путин, да? Знают, кто такой Солженицын, многие знают, кто такой Солженицын, понимаете? Слава Богу. Но они не знают, что такое православие. Значит, когда им начинаешь говорить, они, наверное, больше знают, что такое греческое православие. Вот это больше как-то им известно. Я не знаю, почему. Для них, когда говоришь православие, оно по-английски orthodox звучит. Ортодоксия. Для них это еврейская вера. И они сразу говорят, ты еврей? I'm orthodox. Я говорю, нет, я христианин orthodox. Потому что есть и orthodox в Египте, есть православные копты, вы знаете, да? Вот. Есть православные в Греции и так далее. И они начинают, о, интересно, расскажи. Ну, такой интерес как бы. И начинаешь рассказывать, что там священники. И потом они говорят, а, вы как католики. Типа, что у вас есть иерархия. Я говорю, да, многое есть похожее. Это мы не католики. И тогда они начинают лучше понимать, когда ассоциацию с католицизмом, понимаете, у них вызвать. Есть же католики восточного обряда, вы знаете, да? Униаты вот на Украине. Но они тоже об этом не знают, кто такие униаты. Они даже не, 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 основная часть американцев, они знают, что такое католики-протестанты и ортодоксальные евреи, и мусульмане. Вот. Буддисты еще не знают. А что такое православное, они не знают. Они воспринимают это с интересом, как, знаете, вот, как какое-то такое вот новшество, какое-то явление такое, знаете, интересное такое, феномен. Мне интересно, вмещается ли, вот, иконопочитание, допустим, почему русский человек, допустим, ну, или советский человек, да, он легко понимал, что такое икона. То есть, с рождения ребенку даже объяснять не нужно, да? А вот как американец к этому относится? Ну, советский человек как раз и не понимал. Я помню советские времена, Сергей. Советский-то человек, он понимал, если вы имеете в виду воспитанного в атеистической пропаганде, да? Нет, ну, я имею в виду советского человека внутри вот такого, внутри семейного, на кухне человек понимал, что такое. А, понятно. Ну, это традиция, это традиция, которая перенесена через поколения, через века, но, конечно, в России другая история, другой менталитет. Россия страна православная, Америка это страна протестантская, даже не католическая. Но тут большое, как бы, скажем, четверть Америки это католическая. Была во всяком случае, была. Сейчас она не протестантская, не католическая. Действительно, какая-то часть Америки только протестантская осталась. Это юг и пару штатов на западе. Они остались протестантскими, понимаете? Но это тот протестантизм, который идет от Лютера как раз, не тот протестантизм. Нет, 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 это протестантизм, который идет от второй реформации. Идет от анабаптистов, именно как раз не этот. Это не деноминационное такое протестантство, даже не баптизм уже. Это уже какая-то даже третья волна. Это харизмати, третья реформация, если вы знаете. А вот это Лютеранская война, она вообще война. Это первая реформация, настоящие протестанты. Они остались? Нет, не популярны. Они остались, да. В основном среди немецкого населения, среди этих потомков иммигрантов и так далее. Но это не то, что самое популярное. Вице-президент Америки Пенс, да, он принадлежит именно вот к этой третьей волне. Вот эти вот, ну, не баптисты, скажем так. Понимаете? Неденоминационное протестантство такое вот. Вот. Если вы это слышали об этом движении, они не называются деноминацией, они говорят, мы просто христиане. Они встречаются, они даже говорят, у нас доктрины нет какой-то. Но у них есть доктрина. Но это смешно, что у людей нет доктрины. Ну, тогда что? Это просто, ну, какой-то абсурд вообще религиозный. Община без доктрины. Доктрина всегда будет. Это мой взгляд на Библию. Как я толкую Библию? Я могу или правильно ее толковать, или неправильно. Мы православные, потому что мы правильно славим Бога и правильно толкуем Библию. Вот. То есть в слово православие я вкладываю также и правильное догмо. Понимаю? Поэтому мы правильно и крестим. Должны правильно крестить. Во всяком случае. Во многом мы крестим неправильно. Не готовим людей. Вот неправильно крестим. Понимаете? Вот. А в Америке именно преобладает вот этот вот необаптизм, скажем. Вот. Он довольно бывает таким консервативным. Опять-таки по американским нормам. Что такое консервативная протестанция? Те, которые гомосексуализм не принимают. Вот. Это первый критерий. Отношение к гомосексуализму. Такая вот лакмусовая бумажка. И взгляд на Библию. То есть принимают ли они, что Библия, она безгрешна. Вот. Безошибочно, скорее всего. Слово безошибочно. Непогрешимо Библия. Вот. Непогрешимо. Вот. Вот. Ну, еще есть фундаменталисты. Баптисты и вообще евангельские христиане. Вот. Есть фундаменталисты, которые верят в абсолютный авторитет Библии и в полную непогрешимость Библии. Что все, что в Библии написано, оно так и было. И с исторической точки зрения, и с духовной, и так далее. Ну, а вообще кто-то из динаминаций, как Господь говорит по плодам, их узнайте, вот в каких динаминациях есть люди живут, ну, как бы сказать, не по миру, то есть отвергая мир. Абсолютно верно. Есть общины протестантские. Есть люди, которые живут по Евангелию. Опять-таки, я могу сказать, что есть настоящие христиане среди них. Да, есть. Это мое мнение, опять-таки. То, что я... Но это не означает, что там истина. Вы понимаете, в чем дело? Что Господь может снисходить к этим людям, давать благодать свою. Они могут Христа знать. Но это не означает, что это церковь, и там полнота истины. Частично истина там есть. Вот. Частично, как бы, церковь там есть. Но полноты церковности там нет. Там нету таинств, нету священства, нету апостольской преемственности. Понимаете? Там нету церкви. Церковь, вы знаете, состоит из трех принципов. Вот. А есть им путь, истинная жизнь. Значит, жизнь в таинствах, путь через апостольская преемственность, и истина, это истина, исповедание веры. Вот. Мы исповедуем Никио Цареградский. Символ веры. Вот. Частично, да, баптисты даже вот пели этот символ веры на собрании, когда я в Киеве вот ходил. Они веруют и в Троицу, и в Бога Человека, Христа и так далее. Понимаете, Сергей? Вот. Я не могу, например, тождествовать баптистов со свидетелями Иеговы. То есть, свидетели Иеговы – это полная ересь. А, кстати, свидетели Иеговы, как они? Они вот одно время процветали. Сейчас как у них там дела? Ну, процветают. Их никогда не преследовали тут. Отношение очень лояльное государство. Ну, так вообще. Вот в России очень резко падение. Как раз вот в росте падение у них произошло. А это еще случилось до вот этого закона. То есть, люди перестали верить им в большинстве своим. То есть, если еще лет 10 назад там огромные притоки были, вот эти стадионы они собирали, сегодня многие и отходят, и, как бы, идеологию их мало кто поддерживает в России. Ну, слава Богу, что их не поддерживают. Но это люди, которые искренне заблуждаются. Там много нравственно людей хороших, скажем так, трудолюбивых, честных. Я вот много знаю о свидетелях Иеговы. Конечно, хорошие. Сказать-то нечего плохого. Они, конечно, хорошие. Ну, да. Да. Они искренне пытаются знать Библию. Но, опять-таки, они толкование Библии только воспринимают через стражевую башню. Вот у них есть избранные, которые правильно толкуют Библию. Кстати, они этим ближе, чем к православию, потому что у нас, как бы, есть авторитет святых отцов. Но это должен быть авторитет. Понимаете, авторитет должен быть. Авторитет тех, кто истолковывает Писание. У баптистов, например, нет авторитета. Я сам себе авторитет. Вот. А вот у них авторитет ложный. Это группа избранных, понимаете, которая где-то находится там в Бруклине, вот, в ихнем управлении, которое правильно истолковывает Писание. У них и свой перевод есть уже. Называется Новый мир, по-моему, перевод. Ну, а вы говорите, у баптистов нет авторитета. А вот авторитет пастыря у пятидесятников большой авторитет. Нет, это не авторитет, в том смысле, в котором мы понимаем или святели Иеговы понимают. Они могут, вот, всегда, как бы, иметь свое мнение, настаивать на свое мнение. Я видел, люди спорили, расколы делали из-за других мнений. Там нет, там авторитет Писания, понимаете, а все сводится к моему пониманию Писания, как я понимаю. Именно у них, да, есть общее понимание, как у баптистов, есть какое-то вероучение, понимаете. Поэтому они, как бы, говорят, вот, это как Библия говорит, потому что вот так они понимают ее. Вот они мнение Библии выдают за свое мнение, понимаете, вот. Но авторитета такого нет, как для нас, например, вот, Писания Блаженного Феофилакта Болгарского. В таком смысле у них нет. Или авторитет, как у католиков, авторитет Папы Римского, да. У них нет такого авторитета, понимаете, беспрекословного. То есть мы должны подчинить свое мнение мнению святых отцов. Как им получается вот это сохранить состояние общины? Потому что сегодня мы ищем этого православной, да, и никак не находят люди. Как ее сделать, эту общину? А как баптисты сохраняют? Я думаю просто, что у них есть вера, искренняя вера во Христа. У них есть любовь к Библии, у них есть серьезное отношение к Библии, в отличие от моих православных. Я вон сколько знаю православных, они вообще Библию не читают. Понимаете? То есть вот именно авторитет Писания, может быть, люди как раз... Я думаю, да, я думаю, это их плюс. Это их плюс. Но даже вот Игнатий Тихонович говорит, что он родился свыше вот у баптистов. Поэтому, видите, Дух Божий действует через них и в них. То есть, зная Писание, люди не могут воевать друг с другом. Они обязательно находят примирение в любой ситуации, да? Ну да, да, да. Дух мира, у них есть Дух мира, я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, что они находят много подлинного такого от Бога, которое там. Но я, видите, я очень хорошо знаю баптиста, поэтому я могу искренне засвидетельствовать, что я там многое и духовного нашел. Именно то, которое потом я уже в православии переосмыслил, понимаете? Через опыт церковной, церковной жизни в таинствах, литургической жизни. Вот. Когда для меня святые отцы стали авторитетом. Когда я увидел вот истинность апостольского преемства через епископов, да? Но как-то переосмыслил свой опыт в баптизме. О причастии, да? Сегодня много православий, вот, ну, не то, что Евангелие ставят, а причастие. Вот. Когда ты причащался, первый вопрос. Сколько ты причащаешься о причастии? А речи о Евангелии, можно сказать, и не идет. То есть, не есть ли это подмена? Я не умоляю самого причастия, как таинства. Не подменяют ли вот этой фразой, да, о причастии, истину евангельскую? Вообще-то, главное должен быть Христос. Даже не Евангелие, не причастие, а живой Христос. С которым человек имеет личное общение. Через чтение Евангелия, через причащение. Поэтому Евангелие и причастие нельзя разделять. И то, что многие выносят, как бы, Христа за причастие, и причастие становится, ну, своеобразным, как бы, подменяет Христа, да? Это неправильно. Но дело в том, что в причастии-то Христос присутствует. Он и есть сам Христос, и плоти крови. Но такой момент православия. Если я не достоин, если я, допустим, живу в блуде, я причащаюсь, я причащаюсь во вред. То есть, опять-таки, надо правильно понять, что такое причастие. Надо иметь правильное отношение к причастию. Понимаете? Православный подход. Надо достойно причащаться. Вот тогда, действительно, все станет на свои места. А причастие так же необходимо, как и Евангелие. Вот. А мы часто, не зная Евангелие, не читая Евангелие, не имея живой связи со Христом, мы гордимся. Вот у нас есть причастие, а у сектантов нет. Понимаете? Он такой гордый, он может причащаться каждую неделю. При этом, понимаете, превратившись в какого-то законника, книжника, фарисея. Более того, даже безбожника, тот, который вообще не знает Христа, но который занимается обрядоверием. Понимаете, да, чем делать речь? На главном месте должен быть живой Христос. Вот это вот главное. А уже как проявление вот этой связи с живым Христом, это и чтение Евангелия. Ведь посмотрите в литургии. Что следует? Два основных момента. Это чтение Евангелия. Чтение Евангелия. Чтение вот этим словом, да, живым. Чтение Евангелия. И причастие. В божественной литургии. То есть святые отцы нам показывают, что это два неразрывных момента в православии. А если живого Христа нету, если человек не причастится с живого Христа Духом Святым, но это все не имеет смысла. Даже ни чтение Евангелия, ни причастие. Понимаете, у иванских христиан, протестантов, у них такой разрыв есть. То есть у них есть Евангелие, но нету причастия. И вот это то, что я почувствовал. Этот разрыв. Отсутствие вот этой полноты. И то, что я увидел в православии, в истинном православии. Мне, кстати, очень понравился владыка Антоний Сурожский. Когда я был в Лондоне, вот именно в этой общине он соединил воедино Евангелие и причастие. Вот такой опыт у меня был. Когда я посещал Лондон, я посещал общину Антония Сурожского. Это православный епископ был такой, митрополит. Я знаю его, но он тоже слушал его. Да, слушайте его. Очень интересный, кстати, богослов. И вот это я у него увидел. Я с ним общался тоже. Но насколько, допустим, Антоний Сурожский относился к разрешению причастия? Вот сегодня священники легко разрешают и допускают. А человеку даже и не приходится думать, достоин я или не достоин. Меня священник пустил к причастию, и все, значит, достоин. Вот этот вопрос. Он допускал многих к причастию, то есть не было такого контроля надзирательного. Но он постоянно проповел и говорил, что вы должны причаститься достойно. А если вы причаститесь в грехе, допустим, если вы оскорбили ближнего на литургии и причастились, вы приняли недостойно во вред. Он, понимаете, он все это как бы предоставлял свободе человека. А он также полагает, допустим, частицу, но Господь кого-то причащает и кого-то не причащает, да? Ну да, да. Совершенно верно. Вот главное это человека просветить и предоставить на суд его совести. Можно он причащаться или нет. То есть не надо раздавать всем подряд. Людей готовили, поэтому там организовывались лекции. У него проповеди постоянно там в храме произносились им лично, понимаете? Очень сильные проповеди, кстати. Очень сильные. И люди, которые уже слышали эти проповеди, они уже не захотели причащаться просто так. Понимаете? Они не хотели. Они знали, что они должны были причаститься достойно, достойно причаститься. Понимаете? Ну, спасибо вас, Христос, Сергей. Всего самого наилучшего вам. До встречи. С Богом. Передавайте привет там Игнатию Тихоновичу, нашим знакомым общим. Хорошо? Все, спасибо, Госпожа. С Богом, да.